холла мига снова вы снова я и эта игра которая наивно пытается получить какие-то данные стим это shadow warrior shadow warrior как хотите а господин дайте пустить поиграть те ёптель я понял я понял в настройки лучше не заходить дело в том что эта игра почему-то стала проситься steam только после того как я настройки поменял графики значит что же рубрика игр по вашим заявкам набирает обороты некоторые пишут наивно целые списки своих любимых игр в надежде на то что список видимо будет заметнее там как бы вы можете писать списке конечно не факт что я прямо по вашему списку буду целый месяц пердолить эти игры значит а следующую игру упоминали сразу несколько человек это как как я уже сказал shadow warrior это третий вариант произношение этой игры я в том что никто не подразился написать какого года shadow warrior им нужен я сначала скачал самый первый но поиграв где-то минуту понял что в эту игру еще играл рамзес 15 и вообще диск с ней был найден под жопой сфинкса не иначе плюс там такая древность что обалдеть дум 2 примерно ровесник вот поэтому я скачал какой-то последний shadow warrior раона значит тринадцатого года по моему походу тоже шутан так новая компания нормально нет спасибо я хватит с меня чейзера где я включил сложную сложность и обосрался как следует до сих пор пукан подгорает не остыли еще угли между булочек и и я хочу заметить только что статуя будды и загрузка впервые встретились это знаете схлестнулись две вещи которые успокаивает и которая бесит и по моему загрузка уверенно побеждает буддизм сейчас твоих глазах потому что игра грузится просто нереально долго это 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 не к не кровью шкала запал заполняется это какой-то червяк червяку блин не замуж на стала червяк ползет вот я знаю что червяки не могут быть умственно отсталыми потому что они все без мозгов и так наконец-то наконец-то попрощаемся с буддой и посмотрим черный экран еще минут 15 до нет нет прояснилось немножко изображения стильно молодежно азиатской круто что это особенно хочу заметить что я блин твою мать забыл субтитры господи боже не стоило гнать на буду из-за этого приходится смотреть на него еще раз постигая тайны сосредоточения но я правда в этот раз ускорил но вам тоже решил дать насладиться буддой потому что вдруг вы тоже это же нервные так наши долги мы получаем при рождении при рождении в российской федерации надо было дописать мы должны в армии мы должны там и должны всем так значит а князья или черни все вы пленники великого побег лишь каприз ребенка свобода самая жестокая из иллюзия да эта игра вовсю поддерживает теорию заговора однако есть те кто пытается те кто сжёг бы весь мир лишь бы править им такой мне кажется что это я буду защищать тебя до последнего вздоха а мы все таки будем играть за все на сестра он обещает на сестре которая уже скопытилась что странно так поскольку мы древние нам уже далеко под 30 мы можем не знать про цвета да хорошо эпичность как бы нарастает параллельно с надо с моей с моим скептицизмом а что что-то как-то я вообще не в не воткнул ни хрена в эту заставку 2 миллиона долларов что гражданин гражданин 2 миллиона долларов мы походу играем за чертовски богатого пацана судя по этой олдскульной американских хрен знает что крутой тачки знаете альбомерикосов эти олдскульные ford мустанг там всякие вот это хрен знает что за машины вот эта тачка доминика торек они все торето они все считаются крутыми олдскульными тачками а вы когда-нибудь видели наш кабриолет ленинград нет вот посмотрите у нас тоже были олдскульные крутые тачки но никто про них не помнит и не знает но у нас принципе сейчас наверно тачка самая крутая в мире это не ламборджини это не бугатти это та наша машина которая возит самую крутую нашу ракету у себя на крыше она так же круто как и ракета и нету аналогов в мире потому что в мире никого нет такой ракеты чтобы нужно было ее возить поэтому было бы странно если бы у них были такие машины и не было ракет звонил севестер стал он и просил очки вернуть он походу под павы рейнджеров прется преимущественно от красного тиранозавр жукрасного да при ближайшем рассмотрении у него походу мини-куперни и запаска в салоне господи что это у тебя за самосвал я так полагаю что в этом кейсе он везет 2 миллиона долларов ведь он гражданин 2 миллиона долларов что-то моточка на porsche похоже на то же время это видно что а резина похоже на пирелли почему потому что наверное первое вот это рисунок к такой елочкой на колесе я наверно пирелли увидел и так тоже мне машина ебты я-то думал у тебя тачка крутая ты посмотри у него как у молдинги он на саморезах и присверлены чё подгнил подгнил твой porsche да не porsche не молдинг я как-то ну вы поняли короче фаску так и чё меди карты нету зато текущая задача купить меч у гражданина мизяяки это не мизяяки там и бывший создатель резидента то который улыбин сделал может он решил забить болта на разработку своих дурацких игры пошел мечами торговать формирующих серий агаса валеная азиатская выучка и дисциплина дала трещину в этой игре у нас вот даже наши солдаты у вечного огня стоят и не двигаются в то время как а вот это якутза на только разве что яйца свои не чешет драконы протягивают яйца странно это наверное мы идем в дворец таргариенов таргариенов были дракон так нажми что правильность я уже проверил статус нужно меч нужно меч купить где тут мечами торгуют так этот короткий этот средний этот сколько нижний стоит где ценники чаще этот продают статуя мужика статуя первобытного лыжника видите судя по всему его руки в тот момент когда его он закаменел там вместе с динозаврами он держал лыжные палки вот лыжные палки не сохранились а руки все еще их типа сжимают так ваза династии очередной хрен знает какой золотым драконом это круто еще одна статуя проверяет готова лишь ладно хрен с ним так так шкаф который шкатулка которая охраняет ящерка я думаю там какой-нибудь прах можно хранить больше непонятно зачем она и так а где продавец вообще смотрю товары в этом магазине то далеко не эксклюзив постоянно повторяются здравствуйте я вам звонил это вы на авито меч продаете для у меня и слышно моя хочется купить ваша сабля моя давать вам много деньги вы покупать много риса это какая-то шутка говорит он да это не вы тут мечами торгуете я смотрю мужик-то неплохо на продаже сабель поднялся такой дворец себя отгрохал это вам не шаверму открывать вообще в убить билла меч по моему который ханзу стоил 2 миллиона долларов может быть это отсылка но вместо меча мы походу получим пиздюлей мечами аджесена стэдхима который стоит посередине этой банды сайт с я надеюсь у меня там пистолет в этом чемодане было бы странно идти с двумя лямами долларов чемоданчики не меня не имея пистолета на битсура кг я хочу на битсура кг это звучит как-то классно никогда не подумал что это а у меня уже есть меч пусть не за 2 миллиона долларов но все-таки ведь меч и видно что он самурайский нажмите чтобы нанести удар катаны и удерживайте отступите чтобы нести усиленный рубящий удар веслом надо было написать но если сверху уточнили что катаны то снизу нет жмите q чтобы бросить сюрикен да это юмористическая игра мы играем за черного ниндзя этого игра просто предок детайланда и на и новее на про на фильма убить билла посмотрите как их расчленяю попутно попутно разобью его сука коллекционные вазы 2 миллиона долларов ему мои не понравились вот ублюдок гадея сюрикен проверю оу меч все-таки лучше но и у меня есть фонарик непонятно нахер а он здесь у меня есть фонарик чтобы кровь кровь на солнце заиграла я представляю что будет когда я за 2 миллиона долларов меч куплю руби ему ноги нифига себе это это веселее чем салатик на кухне нарезать после того как ножи в коем веке поточь офигеть господи дети если вы я вы если вам нету 18 я советую вам поиграть в эту игру нихрена себе вот это резня одно дело когда ты зомби режешь на другой диагатриж узкоглазых смысле якудзу используйте левый шифт чтобы совершить ускоренный рывок нажмите левый шифт чтобы бежать но это круто о нифига себе вот этот объект мне кажется брюслив медленнее бегал если бы этот чувак дрался на мечах суммы турман я бы поставил на него аума турман далеко не последний самурай в моем рейтинге она единственный но не последний да ладно мини игра ух как круто но от ученых делать я согласен процент процент дерьмо какое я чё то не понял наверно с управлением и случился долбаный гейм овер блин черт обожаю мини игры в играх игра в игре это как я не знаю как увидеть сон во сне это это вообще непонятно зачем иногда прикольно вот у него чё это яблоко эдема из ассасина вот это наркомания он похож на черт из вечеров на хуторе близ диканьки ведет себя как черт еще тут я даже по я даже не могу глазами покрутить настолько меня сковала эта черная магия порыв весеннего ветра порыв весеннего ветра о боже чертик там присел погадить судя по позе либо семок погрызть ну и сколько лет мне далее за убийство пятидесяти человек самой жестокой формы Сейчас говорят взрослые, Джейсон Стетхим и этот дед. Нобитсура КГ. Суруру ему, блин. Ха-ха-ха. Я буду это просто. Если ты не уйдешь эту суру, это будет... В серьезном моменте. В серьезном опасении. Что происходит? Нет, нет. Нет, я требую больше времени. Все под контролем. Это слишком скоро. Мы не будем делать это. Нет! Нет! Герой мычит. О, главный герой по пояс голый. Надеюсь, они его не изнасиловали, пока он был без сознания. А то я не хочу отчпоканным самураем играть. Меня другие самураи узнавать не будут отстой. В смысле, уважать. Ой, ну хоть ботинки мои американские оставили. Мои коричневые цвета говна ботинки. Почему они такие коричневые? О! Ничего. Вот это прихода, нихера себе. Ха-ха. Какая странная игра, мне кажется. Ха-ха. Даже в игре про инопланетян такого бреда не происходило. Ну это же глубокомысленная Азия. Если непонятно их аниме, куда уж понять. Игры на их тематику. Нужно взять... Уоу. Нужно взять... Ой, 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 ой. Мы видим, что у него меч именной, судя по всему. Что за хрень они мне дали? Замурай... И так первое... Первое самурайское задание... Честно говоря, пришлось в этом месте сделать перерыв, это... О боже, зачем здесь лежит этот меч? Почему он мигает? Аааа, его можно взять... Кто бы мог подумать? Странно, что в этом месте не было подсказки, я уверен, что многие... Многие не догадались. И бросили игру именно здесь. Ну и так. Видимо, самурайский меч может разрубить только особенные верёвки на этой двери. все подряд он не секет как обычно кто-то наплескал здесь томатной пасты которые вообще в принципе цветом она на кровь похоже а это все-таки шутан смотрите какая у него раритетная пушка зачем у этого револьвера рука рукоятка в обмотке на манер самурайского меча так не искали нажать и узнать побольше револьвер то суини туп 3 туп type 13 названный в честь крупнейшей породы японских собак тасса и ну type 13 является одним из самых мощных и надежных револьверов доступных на открытом рынке это оружие предпочитаемое охранным агентством по всему миру интересно почему я тогда впервые слышу о нем и выглядит он как будто он из будущего почему пули вылетают снизу они сверху как это обычно даже даже у рыбакопа ёпты пули из верхней стороны а в господи хрен я распинаюсь это же игра что такое а баблинская плюс 127 денег эти валюта будущего он просто называется деньги деньги они в африке деньги каранцы доллара не доллара револьверные пули я как будто снова фиф играю знаете все открывается все воруется абсолютно политика этой игры насчет денег мне нравится они лежат прямо на полу так вот это отсюда мично я хочу еще я хочу еще пострелять не это что за херня собачья я думаю надо пристрелить это пока она вдалеке эти это очень это очень бодрый шутер он как бы напоминает мне пайн киллера но более такой как бы нож серьезный что ли не несерьезная как сказать ну пайн киллер был он такой музыкальный найти отрезок под музыку каждый там под очень крутую музыку я бы сказал бегаешь шутанишь и здесь тоже самое в общем только на одну сплошную тематику самурайства вооруженного пистолетом самурайства где мы хоть что-то долбаный ты пупсика в жопу где моя шашка казацкая нахер а демоны с одного удара нихрена умирать не хотят а это их пахан походу до скорострельность у этого пистолета просто вообще блять никакая ее нету зато герой может без устали махать своей катаны хода он протирает меч на кнопку перезарядки лучше брюки вытер черт какая же странная игра странная но очень бодрая но если бы здесь был допустим какой-нибудь дробовик они этот дерьмовый револьвер названный сука в честь породы блять огромных собак тупых наверно как просто пипец уже тревольвер но он вообще ну чё то кто так стреляет глиндуистов дубля смешно смотреть на это дерьмо шедевр актерского мастерства старик читает терять меч и умирает это игра про азиатских демонов вот она проживут она про чего лучше бы очередной шедевр на тему самураи против ниндзей а то я так и не понял кто из них был круче ладно это заставка запредельные тупизны и унылости русских ну пожалуй мне мне не нравится когда меня мне предлагают послушать какой я думал что это потушит огонь но я просто немножечко сдох как я опасный огнетушитель больше никогда не буду рядом с ними проходить даже если на улице пожар смысле в доме то есть вот эти вот заставки о блять да ладно да ебись провались нахуй так рашим чувствую на лицу рука г я блять не скоро получил херам эти поединки блять контрольную точку где-то в жопе поставить но неужели перед началом уровня трудно а надо всех убить срань болотная они еще чуть-чуть откуда ты здесь взялся они телепортируются они бьют током они юзают на себя ярость берхи берси берхерка все чертятки готовы еще один а и здесь на правую кнопку мыши нельзя целиться что снова вносит определенный какой-то дискомфорт да ёб твою мать сдохни сдохни уже не все таки я думаю что самурайские мечты главное достоинство этой игры никак не шутер и никак не сюжет зажмите д д и удержите правую кнопку мыши чтобы лечить тебя что-то я может нихуя не понимаю нажмите д д блять какой нахуй д д и бантий а правую кнопку мыши ну я удержу правую кнопку мыши а действительно вот это это когда-то я бросил играть ведьмака третьего или какой там был последний на данный момент готов которым я очень долго не понимал как мне нужно полечиться и вот там полечиться что полечиться оказалось нужно сесть в включить режим медитации только тогда вам позволяется выпить аптечку так вот эта игра только что не знаю но вступила в уверенную борьбу за приз в номинации самое тупое лечение потому что вправо вправо и правая кнопка мыши это просто какой-то это какое-то новое слово в науке и технике я такого еще никогда нигде не видел мне вот эти рывки конечно это отлично блять и где мне теперь подняться я уж молчу про то что не угнали мою шикарную тачку ёб твою мать а китай или япония тут воды туда и все водоемы это болотца видимо а ну отлично опять через этот дом добрать и заебись да как нехуй мне очень понравился интерьер почему бы еще раз туда не зайти я не знаю кто и почему посчитал эту игру прикольной что она там какая-то угарная или что-то там еще такое то по моему во все времена это называлось примитивным а не прикольным когда ты ходишь пищ пищ блять саблей жмах жмах ёбаный насос ну вот блять куда мне нахуй идти в этой блин в этом шедевре азиатской вот он блять проход отлично пули пули здесь накажем шагу пули как будто я из пулемета стреляю они с этого пистолета у которого скорострельность для 3 выстрела в минуту в учении насчет фонарика крайне своевременно где же этот меч вы заметили что в каждой каждом в каждой культуре наверное есть легенда про меч там у англосаксов там это эскалибур у азиатов я не знаю наверняка тоже есть какая-нибудь супер катана вот этих как в восточных странах где-то там этот карачун или как там этот супер меч который сам врагов рубит ну и наш славянский меч кладенец то есть везде все наделяли какое-то сказочное оружие каким-то внутренним духом или супер супер каким-то супер свойствами но непосредственно наша меч мог только кощей убить на моей памяти либо только кощей либо только змей горы ночи все больше ничего супер сверхъестественного не делал и признаком короля какого-то не являлся карма плюс десять тысяч за убийство врагов на и найдены флаконы с кровью получаете карму используйте карму чтобы узнать новые навыки и улучшить их обалдеть это что такое такой интересный светильник так а здесь а а у этого алтаря учатся скиллы разделитель небес этот сконцентрированный фронтальный удар способен убить всех врагов кроме самых могучих комбинация ww затем удерживайте кнопку мыши обалдеть ну и хватит да иди в жопу бля заебал нифига царский демон здесь лежит или что это трупы сложены бонзай черт он все-таки развалился классно я размочил их алтарь так на на чьей бы жопе теперь проверить могучий удар да ну за и вот эти запад под загрузки здесь которые подвешивают игру на пару секунд меня уже просто на ливер надавили да иди ж ты нахуй со своим обучением уже каратель какой-то чуть написали вот мой супер удар кружись просто и херач сабли направо налево направо налево слева справа слева я даже не знаю зачем мне удары на правую кнопку мыши у тебя на правую кнопку мыши он делает то же самое как я вижу только не говорите что мой что мой меч не справится с этим замком ну попробовать стоило о основа люди пацаны вы охуете чё теперь умею ну-ка иди сюда ни хера его разорвало а я понял они хотят немножко перестрелки вот так вот я знаю эту фишку с с вашими взрывающимися огнетушителями карма плюс 100 в начале игры мне на какую карму не давали кстати ай в жопу все эти деньги ваши хрена деньги ничего мне не надо я все равно не буду играть настолько долго в эту игру что они мне понадобятся игра конечно бодрая прикольная но я такие игры все-таки не очень люблю они как бы ну они как бы не затягивают ни хрена они пришел порубился вышел спокойно все дальше пошел там ну не знаю как у вас у меня не бывает такого чтобы я сидел с отвисшей челюстью и ждал каких-то сюжетных поворотов эй зайчик блять как дела мудила вот тут как бы сюжет я думаю прямой как стрела и вообще тут никто в него не вдумывается в диалоги не вчитываются тут все бегут ну не все я хорошо я бегу вперед я рублю все мне больше ничего не надо тентоки с фонарем горящим синим чего а чё это вы мне это только здесь блять сказали что меня на какую-то статую найти чтобы я еще назад пошел да хорошо статуя блять тентоки с горящим синим фонарем какая интересная у них тут всегда это не сигнализация как вот система блин замков и ключей статуя сентоки блять с синим фонарем выносил всю героя не вечная голубом ага и здесь закрыто значит статуя сентоки где-то тут в лесу блин это не ты сентоки да еще синим фонарем сентоки с каким-то другим фонарем меня не устроит нужно именно блять синяя именно синий сука фонарь наверно где-нибудь здесь а мне какой супер самурайского чутья для поисков этого господи сколько здесь бамбука за всю жизнь не скуришь а вот я вижу что-то это не синтоки это опять кого-то нагнули там эй пустит у меня удар разъебашивающий все кроме бамбука дверей и сильных врагов ёб грёбаная статуя а босса на синий фонарь блин где ты господи я уверен что а вот она алтарь какой-то говорит голос демона кристалл плюс один темный кристалл дает энергию который позволяет изучать или усиливать демоническую магию супер а где ее а где грёбаная статуя сентоки с синим фонарем до катана хрена катана были чуть 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 усилить сам автоматом не это что за и куза это я парящее перо защитный ветер защитный шептун ки окружает заклинателя защищать защитный ветер из моей жопы будут будет вырываться порывами и вот здесь наверно статуя да нет я отсюда пришел то есть синтоки синим фонарем он синий фонаре ха ха не так уж и сложно я знаю что слабое место в этой статуе между ног именно туда и нужно наносить удар опять 943 карму по ходу кармы больше тысячи кармы с собой на борту возить нельзя как я понял так как где мне прокачать долбанной науки кому а с утра какая цена цена чего разума становления давай что-нибудь что я же тысячу карму уже собрал да пошло натуре к этому шутеру еще и шутера слышу еще и рпг прикрутили я уверен что если я пройду чуть подальше тут еще и стратегия найдется обитатели мира теме знаете окажется что такая игра должна быть про 300 спартанцев а не про какого-то смурая который бродит по бамбуковому лесу ну чё подвисаем то собственно вот чтобы как в кино знаете тупо была битва слоу-моушен ты там вот таких врагов вот этих врагов всех рубаешь там да и мечом своим спартанским а тут что-то как-то не знаю мне чуждо это азиатская всякая хренатень абсолютно равнодушно к тематике самурайства бумажных домиков соломенными крышами и прочие такие фигни время умирать мобы ведут себя вообще неадекватно они такое ощущение что приходят уже готовые к смерти интересно а боссы здесь есть какие большие сочные смачные видели как я прыгнула ему за спину а это что это какой красочный коридор вам раньше такого не было видели там 100 кармы дали за то что демона сама убился мне кажется что эта игра сделана том на том же движке что и рейдж дальность полета пули у этого револьвера видимо сильно ограничен так куда 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 идти ну почему здесь нету ни карты ни указателя ничего нет найти голема и забрать им суббирок агэ ну где этот голем надеюсь что это босс хотя бы одного босса на суббирок снова придурки моя тачка еще здесь они не угнали а может нам просто не заводит суббирок еб твою мать да перестрелки вообще не мой конек да и зубы нахрен не нужно зачем с оружия они так рубятся как хрен знает что даже сравнения нет как блять как говно спичкой тыкать она голь она полим еще и она почему этот труп голый и не рубится честно затрахала уже собирать всякий мусор здесь она голем она вернулась в храм где она кто она что чего непонятно а все уехать можно она она не в этот храм вернулся в другой храм вернулся знаете есть олдскульная игра с темное место дарк месса называется вот вот там тоже вид из глаз у тебя тоже есть меч но еще там есть интересный сюжет и в тебе тоже сидит демон тебя подселяет чтобы он тебе подсказывал это игра по сравнению с мессой да блять как заебало тебя слушать иди что нахуй а пичит блять ебалом в камеру что-то пиздит блять это вот реально вот эти заставки в этой игре где просто надо кого-то послушать это они нереально раздражают вот я не знаю чем и кому эта игра понравилась чем нехорошего по моему просто дикий трэш ходишь рубишь стреляешь ура улала вот действительно я вот ну есть с какими играми и сравнивать вот темный месси она проигрывает просто вообще по всему потому что там еще и ну и ну собственно даже подача сюжета здесь знаете такая что типа давайте посмотрим какую заставку пока я разглагольствую а загрузку посмотрим вот сама подача сюжета о том что какой-то нига на веселее едет покупать за 2 миллиона долларов меч тут какие-то демоны какая-то хрен знает что начинает твориться ну вот сюжет то трэшовый он как бы намекает на то что эта игра вообще не серьезно вот в темной месси там все было очень круто и плюс игра еще была очень сложная и боссы были темное место это я это наверное одна из тех игр которые действительно достойно чтобы на нее сделали ремейк я не знаю кто если кто в курсе сделано ли патч какой-нибудь чтобы там графика full hd стала потому что темное место на старое там вряд ли даже 1600 было разрешение 1024 на 768 по моему это был потолок если я не ошибаюсь интересно вышли ли какие-нибудь патчи для улучшения графики тем тем временем нига приехал в какой-то город где наступил армагеддон непонятно почему бог обрушил свою кару на мир за то что он хотел купить меч за 2 миллиона долларов понятно найти голема и забрать набит 40 г и теперь и теперь и то же самое будет в городе да в азиатском городе с мрс к мечом на перед я конечно много чего в играх видел но чтобы можно было мечом взорвать машину но только в гта и то надо было машину там бензопилой пили чтобы она загорелась а здесь ну понятно в общем так себе играть честно говоря если вам нравится сможете у нее скачать и поиграть у меня на этом все что пишите что жмите атье данные не задумали тоже что